Раки, доброго вам времени суток! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале и для вас я снимаю ваш Таро прогноз на следующую неделю. Мы посмотрим и проанализируем период с 8 по 14 августа 2022 года. И помогут мне в этом столер Таро, а также Норман Утопия. Поэтому вы настраивайтесь на расклад и на получение информации. Будем с вами смотреть, анализировать и делать выводы. Позитив недели, негатив недели и советок карт, что здесь по ситуации. Как мы видим, тройка мечей, колесница и суд. Напоминаю, что арканы мы трактуем в позитиве. То есть здесь, смотрите, любое решение, которое будет вынесено против вас и ранит вам сердце, это, знаете, как избежать наказания. Потому что тройка мечей, то, что работало против вас и активно запускался этот процесс, да, и по суду, да, вот показывают, что наказать. Но на самом деле по этим арканам это выйти из этой ситуации. То есть это может идти отмена каких-то админштрафов. Либо если вас решили наказать, как я говорю, монеты, да, и убрать какую-то премию, бонус, то решение, которое будет отменено. Или если у вас, вы, допустим, были в отношениях, кто-то вам разбил сердце и разорвал с вами союз, то колесница суд на повестке дня может нарисоваться какой-то из бывшихся возобновления союза и восстановления отношений. Если могли быть какие-то прецеденты, ну, по принципу, забрали вашу машину на штрафстоянку, там еще что-нибудь. То есть вопрос, который решится для вас безболезненно и в позитивном ключе. Или если это было какого-то там ДТП, вам кто-то там повредил автомобиль, то это решить с пользой, с выгодой для вас. Если же это были вопросы, знаете, вы выехали, допустим, в какую-то страну, выехали за рубеж, пока по ряду причин, допустим, не можете вернуться домой. То есть ситуация, которая обыграется. И единственный исключительный момент, если произошла депортация на момент просмотра вашей с какой-либо страны, то поверьте, это ситуация, которая вам потом будет во благо. То есть сейчас вы этого можете не видеть, не осознавать, не понимать, не ощущать, но, как говорится, время все растает по своим местам. Если карты смотреть с точки зрения личной жизни и на данном этапе вы свободны, то вот видите, пятерка жезлов, это накал страстей, это конфликтная ситуация, потому что здесь с кем-то, как говорили, на повестке дня разошлись, и кто-то из бывших будет пытаться вернуться на верстать упущенное время, но вы уже, знаете, все, казнить нельзя помиловать. То есть будет такое ожесточенное противостояние. Если вы состоите в любовных треугольниках, то здесь уже бесповоротно уходить, потому что по пятерке мечей, причем еще расставаться будете врагами. Человек, который разбивает вам сердце, и вы примете решение, колесница, суд, знаете, как бесповоротно уйти из этого союза этих отношений. Если же вы в стабильных связях, то, как мы видим, здесь у нас по пажу ложек или паж мечей, это проанализировать ситуацию, потому что вы можете подозревать вашего партнера или партнершу в недосказанности, в обмане, в изменах или в каких-то ситуациях, но, тем не менее, знаете, как ваши страхи, они оказываются необоснованными. Да, вы можете проявлять какую-то ревность, вы можете проявлять ситуацию, когда будете что-то высказывать, высказывать, знаете, как у вас будет накал страстей, накал эмоций, но колесница, суд, все равно, как с этим партнером двигаться дальше в одной упряжке. То есть ваши какие-то здесь подозрения никак не оправдаются. Почему? Потому что триада трактуется в позитивном ключе. То есть только его, ну, как светлая сторона вопроса, чтение карты. Если арканы просматривать с точки зрения работы и заработка, и на данном этапе вы не работаете по ряду причин, то здесь зубами через суд отстаивать какие-то свои права на дотации, субсидии, выплаты, увеличение каких-то пособий, потому что здесь выгрызать то, что вам положено. И могу сказать, у вас это успешно получится. Если же вы в статусе соискателя, то по тройке мече это вам могут отказать в получении должности, якобы за нехваткой вашего профессионализма. Но колесница и суд, это как доказать свою экспертность. Ну, трудоустроитесь, допустим, вы не в эту компанию, а в какую-то иную, потому что колесница и суд, это как изменить свое направление. То есть в другую организацию уйти. И если вы являетесь наемным сотрудником, то смотрите по башне рвать и метать. Тройка мечей, да пошли вы все. Всех отправить, так сказать, в указанном вами направлении. Колесница и суд, это кардинальным образом также менять как сферу деятельности нишу, так и, допустим, само предприятие в целом. Если же вы работаете сами на себя, то по Аркану Солнце, могу сказать так, здесь все стабильно, все нормально, но лошадь сдохла. То есть это уже, знаете, как устали. Нужен отпуск, нужна какая-то мотивация, возобновление сил. Поэтому, как следствие, многие из вас могут действительно, могут уйти в отпуск с целью пополнения своих ресурсов, восстановления. Поэтому тройка мечей, это как следствие не работать, потому что, обратите внимание, вы здесь как загнаны в угол уже, куда дальше, сколько можно, хватит. И, как следствие, колесница, суд. Это здесь по ситуации, вот, уехать, отдыхать, восстанавливаться и поправлять свое здоровье. По состоянию здоровья в целом. Значит, смотрите, действительно, может здесь дать о себе знать сердечно-сосудистая система. Это как вопросы могут быть давления, так и здесь по ситуации, в целом, знаете, то, что связано с оплоднодвигательным аппаратом. Ну, допустим, если у вас искрение позвонка, может быть, где-то пережаты мышцы, пережаты сосуды, плохое кровоснабжение, и вам может отдавать в сердце, хотя по факту это может болеть не сердце, а, допустим, ну, позвоночник, да, дает такую реакцию. Но здесь уже только это все разбирать и решать с компетентным врачом. Что у нас здесь в негативе? Смотрим. Тройка пентаклей, семерка жезлов и, как мы видим, туз мечей. Это накал страсти, это конфликтные ситуации, как на работе, на предприятии в целом, да, отстаиваться в точку своей интересы. Это, в принципе, обращаться в организации, то есть пенсионные фонды либо те организации, которые вам должны какие-то выплаты и отстаиваться в точку зрения. То есть это будет на эмоциях, это будет на скандалах, это, может быть, такая, знаете, как полемика с лексиконом, которую вы не будете фильтровать. Вот назову это так. И еще это, в принципе, знаете, как по этим картам высказать все, отсечь людей, которые вам не то, что больше не нужны, а которые отягощали вам жизнь и, наконец-то, отправиться здесь в свободное плавание, потому что семерка жезлов, туз мечей принять для себя какие-то важные рациональные решения, которые могут поменять вашу жизнь в корне, но в лучшую сторону. Совет по ситуации. У нас здесь падает карта влюбленная. Влюбленная у нас всегда это карта выбора. Что ж, выбор вам на этой неделе делать придется. Причем, знаете, как не сделайте вы его, сделайте его за вас. Поэтому лучше вам быть хозяином своей жизни. И выбор этот может касаться абсолютно любой сферы жизни. Начиная выбора уйти, не уйти с работы, или остаться на этой работе, или упереть на эту, или общаться с этими людьми, или ставить точку, или поднимать вопрос о реструктуризации вашего там долга, или не поднимать. То же самое это касается взаимоотношений. То есть, неделя знаковая, неделя значимая. Вы это уже понимаете. И сейчас посмотрим на неожиданность этого периода. Что у нас здесь? Крысы, рыбы и смея. Ну, такая гоп-компания, как я видел, собралась на одной колоде солнца. То есть, любая конфликтная ситуация, которая решится вам во благо, либо вопрос, который разрешится в вашу сторону со знаком плюс. Крыстные мотивы, корыстные интересы. Что-то поймите вас в материальном плане. Причем это может быть как мать, сестра, подруга, либо для мужчины. Это может быть ваша женщина, ваша вторая половина. То есть, знаете, как вывести еще вас здесь на эмоции, подпитаться энергетически, напитаться в какой-то ситуации, вывести вас на конфликт, на то, что вы расчувствовались, разнервничались, но и получить с вас еще какой-то ресурс. Так вот, пресекайте это на корню. В рамках этого периода старайтесь никому не давать денег взаймы. Даже если ситуация сложная. Почему? Потому что именно этот вопрос впоследствии вызовет очень много конфликтов, так как здесь, как показывают карты, денег вам не вернут. Поэтому задумайтесь, нужно ли вам наступать на эти грабли и самим себе отягощать вашу ситуацию, вашу жизнь. Ну и в целом, как мы видим, крысы, рыбы, змея, это уже полное, даже знаете, сколько не физическое, а моральное, эмоциональное истощение в плане бытовых аспектов, событийного ряда, работы, когда все, держите меня семеро, мне нужно на отдых, мне нужно восстановиться. То есть, по сути, вам карты рекомендуют этим заняться и воплотить в реальность то, к чему вы стремитесь. Поэтому вот так. Ну, а мы, конечно же, весь негатив для вас закроем позитивом, так как негатив нам не нужен. Никому не нужен. Правильного вам выбора. Экспертности в принятии решений. Путешествия на отдых. И пусть все вот эти события у вас в жизни минуют. События негативного плана. Ну, а от вас, мои хорошие, по прошествии времени я буду ждать обратной связи, когда для вас отыграется данный расклад и данная информация. Не забывайте по прошествии периода черкнуть пару строк. Я же вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok